Знакомство с миром техники и науки, уникальные мастер-классы, воркшопы по робототехнике и флешмобы. В Киеве прошел фестиваль Art Day для детей и подростков. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Первоклассница Марийка конструирует первого своей жизни робота, гоночную машинку. Вместе с мамой она пришла на детский фестиваль Пинчук Арт Центр. И хотя вход на воркшоп по робототехнике только с 8 лет, у девочки все получилось. Она по-справжнему працюет. А может мама или тата меня запишут на гурток и на хитника. Каждый такой воркшоп – это знакомство с миром техники, науки, физики и математики. Ребята программируют реальный объект и видят, как он выполняет различные задачи. Даже краткое знакомство с робототехникой способно изменить жизнь ребенка. Они не только строят модели, они изучают, из чего состоит наш мир. Детям нужно, чтобы у них в жизни все получалось. А если у них все получается, то получится и все в будущем. Уникальные мастер-классы для детей проводят в рамках фестиваля Арт Дэй, который прошел в Пинчук Арт Центре. Есть площадки и для подростков. Анастасия Баляс пришла на встречу с известной писательницей. Настя с детства пишет стихи и рассказы. Частково пишу, про это мало кто знает, но это начинания такие, как говорят, в свой блокнотик пока что. Книг очень много читаю. И один из авторов, которые очень любят, это Дара Корней. С такой мысль сегодня я пришла послушать ее, поспілкуваться с ней. Нужно только прислать рукопись профессионалам, чтобы текст критически оценили со стороны. При этом важно не навредить и не обрезать крылья, говорит писательница Дара Корней. Дети изображают то, что их огорчает. И надеются, что их рисунки изменят жизненные ценности родителей. Мелания идет во второй класс, но уже думает об окружающей среде. Из труб, когда идет газ, и мы этим дышим. И еще я нарисовала, что в лесу рубят деревья. А здесь ребята строят город будущего, пока что из пенопласта. Максим уверен, его город будущего это родной Киев. Лучший город на земле, по мнению мальчика. Я бы хотел, когда вырасту, сделать один мусорный завод, а потом сделать как минимум три мусорных завода, чтобы перерабатывать со всех стран весь мусор, чтобы наша планета стала чище. А то реально очень много мест, где очень грязно. Наталья Шумакова, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.